Придите, поклонимся и припаде по Христу. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Завтра, 14 октября, Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот же день в нашем государстве празднуется праздник День Матери в честь всех женщин, которые несли или несут свое материнское служение, свой материнский крест и совершают свой материнский подвиг. Хотелось бы немножко рассказать об истоках этого праздника, в первую очередь о самой Пресвятой Богородице, которая сегодня перед нами как символ Матери, любящей своих детей. Дева Мария стала матерью в очень скорбных обстоятельствах. Читая Святое Евангелие, мы видим, как она еще совсем юная, молодая женщина, оказывается в городе Вифлееме темной, холодной ночью. Ее не принимают ни в одном доме, и она вынуждена родить своего сына, своего первенца в загоне для скота. Дальше продолжились ее страдания. Очень скоро царь Ирод решил уничтожить младенца, и она вынуждена была с младенцем, грудным ребенком на руках, бежать в Египет, спасать свою жизнь и жизнь ребенка. Еще перед этим, когда Иисусу Христу исполнилось 40 дней от рождения, она с Иосифом была в Иерусалимском храме для того, чтобы там принести жертву благодарности за рождение сына. И там ее встретил старец Симеон, человек, который много лет ждал, чтобы своими глазами увидеть Христа Спасителя. И обращаясь к ней, он говорит, вот лежит сей, то есть ребенок этот, человек, нападение и восстание многих в Израиле и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу. То есть меч, символически изображающий ее будущее скорби и страдания, пронзит твое сердце. Дева Мария вскоре оказалась вдовой, потому что обращенный ей старец Иосиф умер, и она одна воспитывала своего сына. Это было непросто. Но она очень любила его. Очень часто была рядом с ним, вместе с ним, близко к нему. Одно из первых чудес, которое совершил Иисус Христос, произошло на браке в Кане Галилейской. Оно произошло по ее просьбе. Она попросила, чтобы он сделал подарок для бедных людей, которые поженились в этот день. И он сделал так, что вода, простая вода, стала прекрасным вином. А произошло это, потому что она сказала слова, которые мы можем назвать самой главной и единственной заповедью Пресвятой Богородицы. Она сказала, что он скажет вам, то и сделайте. Эти слова, можно сказать, обращены ко всем к нам. Что говорит нам Иисус Христос, так и поступайте, говорит Божия Матерь. Жизнь ее сына закончилась трагически на кресте. И она была рядом. Она видела, как он мучается и как он умирает. И он видел свою мать Иисус Христос из жалости, из любви к своей матери. Обращаясь к ней, сказал, «Женщина, это сын твой», указывая на своего ученика Иоанна Богослова. И обращаясь к Иоанну Богослову, говорит, «Вот мать твоя». Это была, с одной стороны, просьба, чтобы Иоанн Богослов позаботился о его матери. С другой стороны, таким образом, мы считаем, он усыновил Иоанна Богослова и всех нас, своей матери. После смерти, воскресения Иисуса Христа, его вознесения, апостолы, ученики Иисуса Христа отправились на проповедь в разные страны. Но они часто возвращались на родину, в Иерусалим. И там, в Иерусалиме, был один единственный дом, где их всегда ждали. Это был дом, в котором жил Иоанн Богослов с матерью Иисуса Христа, Девой Марией, Пресвятой Богородицей. Именно здесь они встречались, рассказывали о своей жизни, о своей проповеди. И здесь они также слушали рассказы Девы Марии. Когда мы читаем Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, рассказ о детстве Пресвятой Богородицы, мы понимаем, что об этом не мог Иисус Христос Сам рассказать. Матфей и Лука, авторы этих рассказов, услышали их из уст Пресвятой Богородицы. Именно здесь, в этом доме, Евангелист Лука, который был также по профессии художником, написал первый портрет Девы Марии. Написал ее не такой, какой она была в старости, а как она выглядела в молодости, с ребенком, младенцем на руках, Иисусом Христом. Этот портрет получил историческое значение. Он стал свидетельством о Деве Марии. Таким, можно сказать, для всего христианского мира символом. Символом любви Девы Марии к ее сыну. Из этого образа родились и многие другие иконы и образы. И вот один из таких образов – это икона Пресвятой Богородицы, которая называется Покров. Есть исторические обстоятельства, в которых Дева Мария явилась именно таким образом. Ну, многие, наверное, и знают об этом. Вот скажу о самом главном. О том, что духовное значение этой иконы – это любовь и забота Божией Матери. О каждом, кто к ней обращается. А обращаются люди, конечно, чаще всего в скорбных обстоятельствах своей жизни. На одной из первых, или точнее, одной из древних икон Божией Матери – это Владимирская икона, всемирно известная, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее. Мы также видим лицо, лик и глаза Божией Матери, пронизанные глубокой печалью, состраданием, милосердием по отношению ко всем молящимся. Однако мы понимаем, что этот отпечаток печали связан и с ее жизнью, и с ее скорбью о ее единственном Сыне. Так появлялись многочисленные иконы Божией Матери. Скорбные обстоятельства, беды, печали, слезы. Люди молились, Божья Матерь помогала. И иконы эти запоминались. Здесь приходили новые и новые люди с молитвой к этим иконам. Так, одной из самых знаменитых и вместе с тем древних икон Беларуси стала икона Божией Матери Жировицкая, которая явилась в 1470 году. В следующем году мы будем отмечать 550 лет со дня ее явления. Она явилась в местечке Жировичи, на груши, простым пастушкам. Затем повторно, через некоторое время, явилась Божья Матерь сама на камне, оставив отпечаток своей ноги. Но дальнейшая история – это, опять же, история людей, которые со своими печалями приходили к Божьей Матери. В нашем краю, в Беларуси, есть много и других чудотворных икон. Это и Минская икона, которая чудным образом явилась на берегу реки Свислочи, там, где сегодня находится наша столица. И до сих пор перед этой иконой молятся жители огромного мегаполиса, а Божья Матерь словно хозяйка этого города, устроительница и хранительница его. Есть и многочисленные другие святыни. А в наше время тоже появляются новые чудотворные иконы. Например, стала недавно широко известна икона Божьей Матери Всецарица. Икона, которая была написана еще в XVIII веке и находилась в одном из храмов Афона на протяжении долгих лет, пока однажды перед ней не случилось чудо. Уже в конце XX века молившийся перед этой иконой грек, он был болен онкологическим заболеванием, выздоровел. Благодарность Божьей Матери, он стал всем рассказывать об этой иконе. И стали молиться многие и многие другие. Действительно, ведь эта болезнь сегодня стала одной из самых опасных, тяжелых и печальных для современного человека. И многие молятся, многие просят Божью Матерь, как и в прежние века, просят, чтобы она помогла, помолилась, исцелила, защитила от бед и несчастья. Еще одной иконой современности, недавно прославившейся, стала икона Божьей Матери неупиваемая чаша, и к ней тоже приходят люди с молитвой об одной из бед нашей современности – пьянства и наркомании. И люди приходят и молятся, и получают силы от Божьей Матери, чтобы бороться и справиться со своим греховным недугом. Конечно, этот рассказ можно было бы продолжать очень и очень долго. Но вернусь к Божьей Матери. Немножко, может быть, мы обращали внимание о том, что во времена Иисуса Христа статус женщины был очень низким в обществе. Даже в Евангелии упоминается, что на женщин не обращали внимания. Они как бы были немножко всегда в сторонке. Они даже не имели тех прав, которые имели мужчина. А вот сегодня, когда мы молимся Божьей Матери, мы говорим, что она первый человек из всего человечества после Иисуса Христа. На протяжении двух тысячелетий существования христианства женщина обрела новый статус и новый авторитет. Она стала женщиной, христианкой, похожей на Божию Матери, достойной великого уважения, почета и славы за свои многочисленные подвиги, труды. Да, мы по-прежнему называем ее, как когда-то апостол Павел, немощный, более слабый по сравнению с мужчинами. Но это лишь только о физических качествах. Духовно никак мы не называем женщину слабой. Духовно она сильна. Сильна, в первую очередь, Божья Матерь. И многие-многие женщины, которые, как я сказал, и сегодня совершают в подражании ей подвиг материнского и других многих служений. И сегодня хотелось бы сказать в адрес женщин, матерей самые наилучшие пожелания, чтобы Господь хранил вас в чистоте, в любви, в милосердии, чтобы ваши дети и ваши семьи уважали вас, чтобы вы пользовались заслуженным авторитетом, чтобы вы могли жить сегодня в счастье и в радости от того, что вы по-прежнему занимаете великое место в жизни человечества. Через вас Господь дарит жизнь новым и новым людям. Аминь. Мир вам и Божиим благословение. Аминь.